К концу десятого века Русь оставалась едва ли не единственной языческой страной Евразии. Как примирить враждующие племена? И сказал Олег, да будет это мать городам русским. Как укрепить власть князя? Сотни кораблей, развернув паруса, шли по суху, как по воде. Отказаться от мести? Ну вот и встретились, брат. Ирополк даже не успел понять, что произошло. И открыть сердце свету? Ольга уговаривала сына принять крещение, но он и не думал прислушаться к этому. Он победитель, владыка, воин. И не было его желанием ни преград, ни пределов. Анна твердо заявила, что лучше умрет, чем поедет на Русь. И это означало, что Владимир мог наконец-то завершить свою хитроумную игру мощным и эффектным аккордом. Время старых богов заканчивалось. Новое время властно требовало веры в единого Бога. Большая премьера крещения Руси в воскресенье на Первом. Христос воскресенье!